Одиночество 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 Но то, что мы обычно понимаем под монашеством, это не такая простая вещь. Как это мы обыденным сознанием привыкли к этому относиться? Во-первых, строго говоря, традиционное монашество предполагает, что человек попадает не в уединение, он попадает в общежитие. Это нормальная веками установленная, опробованная форма монашеской жизни, где человек спасается рядом с такими же людьми, как и он, служа, смиряясь, любя. По сути дела, монаш становится для него семьей, монастырская община становится семьей, в которой он живет, исполняя заповедь о любви и участие этой самой любви. Да, у него нет жены или в женском монастыре у них нет мужа, но они не одиноки, одиночества у них нет. Это их форма, социальная форма жизни и школы любви. А вот некоторые, не общепринятые, а некоторые из людей, они спасаются в одиночестве. Но спасаются в одиночестве только потому, это единственная причина, именно причина, по которой они оказываются в одиночестве, это воля Божья. Серафим Саровский или Антоний Великий или Сергий Радонежский в начальном своем пути – это люди, которых Бог вывел в уединение, и они в этом уединении оказались по воле Божьей. Конечно, они не ропщут на это уединение, они его ищут, но это путь не для всех людей, это путь для, так скажем, исключения из правил. Для тех, в отношении некоторых людей есть особый промысел Божий, для того, чтобы эти люди, вместив полноту обожжения, полноту благодатных энергий, энергий Бога, соединившись с Богом максимально доступным для человека образом, способом, они потом все возвращаются к людям. Все. И Сергий, и Серафим, и Антоний. Они возвращаются к людям, и тот эффект, который они оказывают на людей, оказывается несопоставимо огромным по сравнению с эффектом любого другого верующего человека. То есть Бог специально выводит их в пустыню, в одиночество, для того, чтобы они стяжали полноту даров Святаго Духа, которыми они должны будут послужить максимальному количеству людей, когда Бог вернет их снова к людям. Но вне вот этого служения людям, вне молитвы за людей, вне школы любви, жизнь с Богом невозможна. Очень в наше время все это, вот это представление о роли одиночества очень сильно изменилось. И часто люди сейчас ищут одиночество, совершенно не ища Бога. И ищут одиночество просто потому, что так спокойнее жить. Потому что так можно не напрягаться именно в отношении любви. Ведь человек, живущий один, понимает, что, собственно, хорошо ведь. Любить никого не надо, но и страданий никаких нет. Любовь и страдания неразрывно связаны. Вот Христос пришел к нам, а мы его убили. Хочешь любить людей, придется страдать. Хочешь помочь людям, придется страдать. Хочешь что-то сделать для людей, придется страдать. Как в красивой песенке Наутилуса в прежней эпохе, когда говорит Христос апостол Андрею, вот иди, повиси там, а потом можешь ходить по воде. Смысл в том, что ты сначала должен сораспяться со Христом, чтобы помочь человеку. Наше поколение очень не хочет ни помогать человеку, ни распинаться со Христом. Мы ищем уединение, потому что так удобнее и комфортнее жить. И вот в этом состоянии мы должны понимать, что это не есть христианский образ существования. Человек должен жить с людьми, он должен служить людям, он должен терпеть людей, он должен молиться за людей, он должен смиряться перед людьми. Только так благодатные энергии жизни будут вливаться в человек. Если он ищет уединение по своей воле, а не по Божьему призванию, это кончится смертью. В смысле, жизнь по капле будет из этого человека выходить. Он все более и более будет жить по своей воле, по своей прихоти, по своим желаниям, а божественная жизнь из него будет вытекать. Субтитры создавал DimaTorzok